МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Сегодня в программе. Проблемы жителей Республики на особым контроле. Глава Чувашия провел прием в приемной Дмитрия Медведева. Налог на имущество станет другим. Подробный расчет в специальном репортаже. Какой он, огонь у Версиада, наш корреспондент своими руками потрогала факел, в котором пронесут огонь предстоящих игр. Когда в доме появится электричество или вода? Как добраться до кладбища, навестить родных, чтобы стоимость проезда не била по карману? Если до решения подобных проблем у местных чиновников не доходят руки, за дело приходится браться первому лицу Республики. Сегодня Михаил Игнатьев ответил на личные вопросы граждан. Я считаю, кладбище – это вообще, ну, это лицо нашего города. Слезы наворачиваются на глаза Лидии Павловны каждый раз, когда она вспоминает о кладбище. Но не потому, что это печальное место. Визиты к родным на кладбище в Яушах, вернее, дорога до туда, сильно бьет по семейному бюджету. 40 рублей туда, 40 оттуда. 81 человек, а если семья поедет? Представляете? Ну, рублей 500 надо. Если вот так вот будет, все. Ну, цена такая дорогая. Люди же очень редко будут ездить, потому что, ну, многим очень тяжело это выдержать. Чтобы места захоронения не зарастали бурьяном, пенсионерка предлагает установить цену проезда такую же, как и по городу. Однако в таком случае разницу в цене перевозчикам придется оплачивать из городского бюджета. А это не посильная ноша для казны. Но выход все же есть. Сегодня нами принято решение, что в религиозные праздники, троица, допустим, и так далее, мы все-таки субсидируем Чуваш-Автотранс и стоимость понижаем. В прошлом году, как бы, это мероприятие мы привели где-то 150 тысяч, по-моему, проплатили Чуваш-Автотранс, и билет стоили 16 рублей. Впрочем, сейчас готовится еще одно возможное решение. Сегодня мы проектируем эту дорогу. То есть уже привели к конкурсу, есть подрядчики, которые эту дорогу проектируют. Но эта дорога будет не только соединять, вот, допустим, там улица Урожайная и Калбища, это, в принципе, достаточно серьезный проект. Там освещение должно быть, расширение дороги и так далее. То есть это потребует определенный объем финансовых средств. И в конце этого года, я думаю, мы получим сумму проектирования, стоимость работы. Ну а ситуацию, в которой оказались жители частных домов микрорайона Центр в Чебоксарах, можно описать коротким выражением. Ни туда, ни сюда. Уже который год дома обещают снести, а людей расселить. Все говорят, что нас будут сносить. Дело в том, что у нас там дома ветки, старые. Остались только мы одни. Начиная от кафе Багратиони и кончая остановка Веденский собор. Вот. И теперь кто-то хочет, может, ремонт сделать. Кто-то хочет построиться. Не разрешают. И не продать, и не построить. Участок действительно непростой. Связано это с его расположением. Это историческая часть города Цебоксара. И все те ограничения, которые существуют, вы знаете, что река Волга у нас в перспективе должна подниматься еще на 5 метров. Поэтому есть определенные запреты со стороны ведомств, значит, федеральных министерств. Вопрос с развитием территории решается. Сносить частные дома действительно будут. Правда, жителям придется набраться терпения. Вот территорию мы признали территорию, поддерживающую развитию. Сегодня пакет документов сформирован. Мы его передали в другое структурное подразделение для объявления аукциона. Планируем в августе этот земельный участок выставить на аукцион. После этого будет определен застройщик. То есть реально застройка начнется, но не раньше, чем через год. На приеме звучали разные проблемы как целых населенных пунктов, так и отдельных граждан. Теперь у них есть одна особенность с сегодняшнего дня не все на контроле у главы республики. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика. В этом году отремонтируют около 140 чебоксарских дворов. На эти цели из бюджета выделено 67 миллионов рублей. На строительство парковок во дворах потратят около 10 миллионов рублей. Примерно столько же пойдет и на благоустройство детских и спортивных площадок. Подрядчики уже приступили к работам. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Это улица Шумилова. По словам жителей, дворы здесь не ремонтировали уже лет 20. Яма на яме, передвигаться тяжело, говорят пожилые люди. Дорога очень плохая была. Вот в прошлом году сижу на скамейке перед домом. Плащи после дождя. Ямки большие. Машина проезжает. Как обдает. Вот с плеча до этого. Пришлось сразу плащ выстрелить. А ремонтные работы, они небольшого удобства, конечно, немножко оказывают. Но нам, раз хотят ремонтировать, надо терпеть. Валентина Евсеева в основном ходит пешком. Но все же поддерживает строительство парковок. Она рада и новоиспеченной детской площадке. Теперь гулять с внуками можно в своем дворе. По детским площадкам планируется обустроить 86 площадок. По парковкам планируется обустроить 54 парковки. И по дворовым территориям, вот я по площади точно владею, это более 74 тысяч квадратов. Плюс 91 двор и 64 проезда. По первому этапу работы, завершение работы планируется до дня города. То есть до 18-19 августа текущего года. Но по итогам конкурсов выявлена была экономия определенная, денежные средства. Поэтому в настоящее время формируются адреса для освоения за счет сэкономленных средств. И уже после того, как будут определены адреса, будут проведены опять-таки конкурсные процедуры. По тем адресам уже будет сложновато до дня города завершить. Но думаю, до 1 сентября завершим. У представителей администрации есть замечания к тем площадкам, которые установили в прошлом году. Появилась ржавчина на оборудовании, кое-где разошлись сварочные работы. Неполадки должны устранить до июля месяца. По этому году выделены на спортивные сооружения из муниципалитета средства в сумме 7 миллионов рублей. Это значит 6 объектов. И когда мы составляли тех заданий, уже вместе с руководителями этих образовательных учреждений, мы старались учитывать те замечания, которые были после той работы, которая была проделана. Хотя эта площадка находится на территории школы, здесь могут заниматься не только школьники, но и все население микрорайона. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Единый госэкзамен в России наделал уже немало шума. Каждый год организаторы сталкиваются с массой нарушений и придумывают новые методы контроля и наказания. Но и это не останавливает многих от незаконных действий. Министерство образования Чувашии принимает все необходимые меры и в очередной раз призывает родителей, учителей и самих детей быть честными и ответственными. В первую очередь по отношению к самим себе. Долгие годы для многих учеников, студентов и даже аспирантов спасением на экзаменах становились шпаргалки. Они и по сей день не уходят из жизни многих людей. Но времена меняются. На смену вручную написанным, аккуратно сложенным и искусно спрятанным в укромные места листочком пришли телефоны, наушники и интернет. Нарушают все. Нарушают учителя, нарушает директор школы, нарушают выпускники, нарушают родители. То есть все как бы в этом находимся в сообществе нарушителей закона. Это ненормальная ситуация. А потом почему-то все очень хотим, чтобы кто-то соблюдал закон. И ругаем эту страну, что за страна, бардак, нет правового государства, никто не хочет соблюдать законы. А надо начинать с себя. В этом году в Чувашии выявлено четыре нарушения. Одна из школьниц выложила в интернете контрольно-измерительные материалы. В качестве наказания ее результаты были аннулированы и потеряно право на пересдачу предмета в текущем году. Три других нарушителя отделались не такими строгими наказаниями. Такой подход устраивает не всех. Государственная образовательная политика направлена на получение учащимися реальных знаний. И для этого делается все возможное. В этом году впервые на территории Чувашской республики во всех пунктах проведения экзамена в 41 пункте установлено видеонаблюдение. Видеонаблюдение установлено в целях усиления контроля за качеством проведения экзамена, за так называемой информационной безопасностью, за соблюдением информационной безопасности. Большая часть выпускников честных, добросовестных и большая часть родителей, которые были нацелены именно на честную сдачу ЕГЭ, нам даже в глубине души благодарны. В Чувашии в этом году около 8 тысяч выпускников сдают экзамены, большая часть которых еще впереди. И у каждого по-прежнему есть выбор – сдавать их честно или искать способы обмана. Вот только цена такого подхода – это потерянное время и репутация. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. С 2014 года налог на жилье, возможно, начнут начислять по-новому. Он заменит существующие на землю и на имущество с физических лиц. Россияне будут платить больше, чем сейчас, хотя, как сообщил глава Минэкономразвития России Андрей Белоусов в российской газете, нововведения, скорее всего, отложат до 2018 года. Но все-таки расслабляться не стоит. Регионы смогут вводить налог по мере готовности со следующего года, добавил министр. О новом налоге – в специальном репортаже Ольги Григорьевой. Что за новый налог появится в стране? Кто-то слышал, а кто-то еще не интересовался. Не слышно даже. Может, пропустили. Не знаю. Раньше рассчитывали с инвентаризационной стоимости, сейчас будут с кадастровой. Инвентаризационная стоимость была намного меньше, правильно? Кадастровая стоимость намного больше, выше. И народу будет тяжело платить. Действительно, налог будет исчисляться по-другому. Налог будет вводиться в стране поэтапно до 2018 года. Все зависит от готовности регионов, от того, как там проведена массовая кадастровая оценка недвижимости. Однако поправки в налоговый кодекс еще не подоспели. Так что о ставке налога и об изменениях пока можно говорить предварительно. Если недвижимость, по которой кадастровая стоимость не превышает 300 миллионов рублей, то налог будет облагаться по ставке 0,1%. Если превышает, то уже налоговая ставка, установленная в пределы от 0,5% до 1%. Жилье меньше 20 квадратных метров налогом не облагается, говорят специалисты. Что касается остального, то расчет таков. Допустим, квартира площадью 55 квадратных метров. Из нее нужно вычесть необлагаемые 20 квадратных метров. На разницу и будет начисляться ставка 0,1%. Но это в проекте. Попробуем рассчитать налог на недвижимость самостоятельно. Налоговики подсказали мне формулу. Из кадастровой стоимости жилья нужно вычесть кадастровую стоимость 20 квадратных метров и умножить на ставку налога 0,1%. В нашем случае квартира оценена в 2 704 494 рубля. Ее площадь составляет 54,7 квадратных метров. Мы предварительно рассчитали кадастровую стоимость 20 квадратных метров. У нас получилось 988 840. Далее по формуле. Из кадастровой стоимости жилья у нас это 2 704 494. Мы вычитаем кадастровую стоимость 20 квадратных метров. Это 988 840. Получается 1 715 654 рубля на квадратный метр. Теперь мы умножаем на ставку налога 0,1. В итоге в нашем случае нужно заплатить налог чуть больше 1715 рублей. Особенно чувствительным новшество окажется для владельцев старых квартир, признают эксперты. Разброс между инвентаризационной стоимостью и кадастровой может составить 7-10 раз. Между тем, массовая оценка объектов капитального строительства жилых домов, квартир, гаражей, садовых домов, нежилых зданий и помещений проведена в стране, в том числе и в Чувашии. Информацию каждый желающий может получить, зная адрес на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме онлайн. Но есть нюансы, которые надо знать. В справочной информации мы заполняем только 6 разделов. Это выбираем ГКН, субъект – это Чувашская республика, район – Чебоксары, и потом сразу переходим на улицу. Выбиваем, допустим, если Ленинского комсомола, то печатаем комсомола, номер дома без корпуса – 52, и номер квартиры уже выбираем. И он уже, допустим, если с корпусом, выдает сразу несколько вариантов. Корпус 1, корпус 2, корпус 3. Вы выбираете свой нужный дом, свою нужную квартиру. Заходите в этот раздел и уже смотрите, во сколько оценщик оценил вашу квартиру. Проведенная кадастровая оценка массовая. Она не учитывает деталей, на что обращают внимание граждан специалисты управления. Если вы считаете, что она завышенная, к примеру, на рынке, такая квартира столько не стоит. Например, у вас квартира находится где-нибудь в тенистой части, мало света в этой квартире, либо она влажная, либо в доме нет лифта. Естественно, что вы бы сами такую квартиру не купили, то есть на рынке она стоить будет дешевле, поскольку нет спроса на такие объекты. И при кадастровой оценке такие особенности ученые быть не могут, потому что это массовая оценка. Законодатель предусмотрел возможность оспорить проведенную кадастровую оценку, причем в досудебном порядке. Для этого нужно обратиться к независимым оценщикам. Обязательно членам саморегулируемых организаций. И выйти с заявлением в специальную комиссию при управлении Росреестра по Чувашии. Если кадастровая стоимость отличается от рыночной, которая отражена в отчете независимым оценщикам, более чем на 30% в ту или иную сторону, то тогда необходимо будет получить положительное экспертное заключение. То есть в том СРО, в котором стоит оценщик. Для такого оспаривания оценки объектов капитального строительства отведен срок. До 17 июля этого года. Дальше граждане смогут действовать лишь через суд. В Чувашии по данным управления обращений не было, но в целом по России есть. У экспертов возникают вопросы и качество оценки. Налог отдан на откуп регионам. Именно в местные бюджеты пойдет отчисление. Считали кадастровая стоимость земель в Чебоксавском районе, то разница в районе между одной площадью и другой была в разы. Это десятки раз, даже сотни раз. Поэтому я, насколько наслышан, возникает спорный момент и по недвижимости. Пока мы не утрясем, не наладим порядок стоимости этих объектов, я думаю, что будет рановато нам принимать такое решение. Сейчас проведена кадастровая оценка объектов капитального строительства, подчеркивают специалисты управления Росреестра. Летом этого года предстоит отснять еще и земли населенных пунктов. Возможно, к этому времени решится вопрос об объединенном налоге на землю и имущество физических лиц. И, вероятно, удастся отрасти проблемные моменты. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. 10 июня по улицам Чебоксар торжественно пронесут огонь всемирной летней универсиады. Таким образом, столица Чувашия станет 22-м российским городом, который примет эстафету огня. Сами факелы привезли в Чебоксаре уже сегодня. Этот факел потушить практически нельзя. У него система двойной горелки идет. Два порядка. Одна зажигает другую. Другая, если тухнет, первая зажигает вторую. И так далее. Собственно, сделано для того, чтобы никакой снег, никакой дождь, никакая слякоть не помешала нам привезти эстафету огня в универсиады. Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Тюмень и десяток других российских городов уже встретили огонь универсиады. Факел в форме стилизованного тюльпана. Успели поддержать в своих руках известные спортсмены, политики, деятели культуры. Пылающий огонь студенческого спортивного праздника. Путешествует по миру почти год. Старт мировому факельному пробегу был дан 6 июля 2012 года в Париже. В России золотую чашу огня зажгут в 30 городах. Символ прибудет в нашу республику специальным поездом из Гешкаралы. 10 июня в 7 утра. Мы с вами являемся свидетельными участниками такого исторического момента, когда огонь – это символ одного из самых крупных международных мероприятий будет находиться на территории нашей республики. Мероприятия сложные, потому что проходят по улицам города. Но, тем не менее, у нас есть довольно значительный опыт проведения подобных мероприятий. Подобных не именно эстафет, а вне, так скажем, спортсооружений. Сама эстафета начнется в 15.45. Огонь по центральным улицам города пронесут 40 факелоносцев. И я уже факел примерила. Не тяжелый, нормальный, красивый. И честь прикоснуться к этому факелу, понести его по улицам города. И я надеюсь, что с нашей стороны, с стороны факелоносцев, не будет никаких проблем. В эстафете также примут участие почти 300 волонтеров. Завершится пробег на Красной площади. В 17.00 на сцене перед Чувашским драмтеатром торжественно зажгут городскую чашу огня. Организаторы ожидают, что в празднике примут участие более 10 тысяч человек. К слову, два факела в виде тюльпана организаторы обещали подарить чебоксарам после завершения эстафеты. Галина Титарчук, Евгений Анисимов. Республика. 10 июня с 11 до часу дня огонь универсиады будет храниться в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. И каждый желающий сможет прийти, посмотреть и сфотографироваться на память. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА